Добрый вечер, коллеги! Меня зовут Вадим Комаров. Я являюсь генеральным директором Академии Альт. Об этом наверняка все знают. А вот то, что я еще и вхожу в десятку лидеров своей сетевой компании, десятку мировых лидеров, может быть, для кого-то будет информация впервые. Я уже четвертый год веду бизнес, MLM бизнес через интернет и совмещаю его с работой на земле. И вот об этом мы сегодня с вами поговорим. И еще я хотел бы попросить, господа, если кто-то пришел сюда и не имеет отношения к MLM бизнесу, не мучайте себя, просто придите на другую презентацию, потому что мы здесь совершенно другая каста людей. Еще раз повторяю, ребята, пожалуйста, не нажимайте на кнопочку «Говорить», у меня кто-то вышиб сейчас микрофон. Мы совершенно другая каста людей, мы сетевики, у нас свои интересы, свои разговоры, свое видение. Поэтому, если вы не сетевики, не имеете отношения к MLM индустрии, и вам это не интересно, лучше всего покиньте сегодняшнее мероприятие. А сейчас я попрошу, вот нас сегодня уже 540 человек, мне очень приятно, среда, и тем не менее, вы нашли время прийти сегодня. Поставьте, пожалуйста, я увижу, кто в какой MLM компании. Это чисто для меня, я хочу посмотреть представительство. Света говорит, эхо и фонит. Значит, Светлана, вы зашли два раза в комнату, один раз выйдите. Ой, какое большое представительство. Тиен, Самуэй, Нискин, Тиншин, Неспи, Арифлейн, НПЦТО, Фаберлин. Ребята, ну фактически, все, что есть, какие только компании есть, все представлены на сегодняшней нашей презентации. А скажите, пожалуйста, также напишите, что нужно для того, чтобы ваш бизнес развивался. Какие две всего вещи нужны. Ну вот, о чем мечтает каждый сетевик. Ну, база подписчиков, это круто. Ребят, мы на земле пока с вами. Нам нужны продажи и нам нужны партнеры. Правда же? Больше, собственно, в этом мире для счастья ничего и не надо. Мы строим команду и увеличиваем продажи. Ну, давайте потихонечку продвигаться. Сегодня я вам дам такие вещи, которые помогли мне. Мой опыт. В любом случае, каждый из вас, я этого слова не боюсь, получит сегодня пользу. Все, сто процентов, получите пользу. Поэтому давайте потихонечку. У нас сегодня, долго вас я не задержу, минут пятьдесят. Но, тем не менее, будем двигаться постепенно и рассуждать. Вот скажите, традиционный сетевой маркетинг на земле, он работает? Конечно, господа, работает. Я думал, кто-то напишет, не работает. Он работает. Он развивался 70, ну, почти 70 лет. Там куча великолепных вещей. Каждый из вас, каждый из вас умеет за собой вести людей, умеет представить компанию, представить товар. Очень много книг, кассет, семинаров. Так или не так? Конечно же. И самое главное, вот, не знаю, я говорю то, вот, что у меня в душе. Самое главное, я искренне и на сто процентов верю в эту индустрию. И вокруг меня тысячи людей, которые тоже верят. Я надеюсь, вы тоже относитесь к этим людям. Но все-таки, почему он испытывает кризис на земле? Вспомните 2000 год. О, кого только не позовешь, он у тебя заходит в компанию. А 95, там 97, 98, вообще. Только пригласи и подписывай договор. Помните же, такое было? Все громадные организации на земле построены в начале этого века. Давайте разберемся. То есть, смотрите, если вы в хорошей компании, которая не финансовая пирамида, нормальная, на товарообороте построенная компания, а я прочитал здесь большинство таких, то у вас хороший товар. У вас отличный товар. Он не лучший, как нам говорят, когда мы только приходим. Он отличный. Иначе бы ваша компания не выдержала конкуренции. Это однозначно. Поэтому каждый из вас должен гордиться товаром своей компании и, конечно же, уметь его продвигать. Дальше. Маркетинг-план. Вы встретились со своим маркетинг-планом в какой-то период своей жизни. И он вас устроил на 100%. Вам показалось, что, в принципе, это очень четкий, продуманный документ, который позволит вам выйти на определенный уровень жизни. Так ведь? Он не лучший среди других. Но над ним работали сотни людей. Это все обкатывалось со временем. Ребята, вы реагируете. Согласны со мной? Звук есть. Кто пишет «нет звука», это ваш компьютер. Будет запись. Да, это, опять же, у всех однозначно. И план хороший, и товар хороший. Но, тем не менее, тем не менее. Ну вот, народу много. У меня пять. Ой-ой-ой. Подвис слайд. Господа, потерпите минутку. А нет, все в порядке. Итак, товар хороший, маркетинг классный. Все вокруг хотят быть богатыми, но в компанию не идут. Не идут. Вот мы приходим, нас мотивировали. Мы с вами мотивировали свои команды. А человек обзванивает свои списки, и люди не идут. Люди не идут. Почему? Кто знает, может писать. Смотрите, дорогие друзья. Вот эти три кита, это и есть наше с вами традиционное построение бизнеса на земле. Кстати, кто мне тут написал побыстрее, выйдите из комнаты, потом запись посмотрите. Я буду работать с теми, кто пришел со мной действительно работать. Я с удовольствием буду делиться с вами своими тайнами. Но уж, пожалуйста, уважайте меня. Договорились? Вот эти вот три кита, и они работают. Значит, первое, мы приходим, пишем с вами список, потом мы приглашаем, фильтруем по телефону. Да, нет, там говорим, что нам надо, что вы можете ему помочь купить квартиру, машину. У каждого свой способ приглашения на маркетинг. Но идет фильтрация списка. Самый неприятный момент. Самый неприятный момент. Особенно, когда мы начинаем обзванивать своих знакомых, там, список 100. Тот человек, который приходит к вам на собеседование, он уже попадает на встречу, как правило, два против одного. То есть вы со спонсором, у вас есть харизма, уверенность, у вас есть настрой такой великолепный, чего нет в обычной жизни. И во время этой беседы ваш человек, приглашенный, начинает испытывать, если вы делаете все правильно, к вам доверие и симпатия. И в результате получается какое-то действие. Например, он все-таки пришел домой и пообщался со своими, и его отговорили нет. Он стал партнером или он стал клиентом. Я еще раз вам повторяю. Вот это вот работало в начале века просто отлично. Строили тысячные организации. Сейчас пробуксовывает. Почему? Вот почему. Вот почему. Вы видите, красным я выделил список, кандидаты и фильтрации. Все остальное мы с вами делаем великолепно. Великолепно. Мы умеем преподносить, умеем мотивировать, умеем обучать и так далее. Но вот эти три, вот этот вот список, фильтрации, вот этот камень преткновения и с каждым днем этот камень будет вырастать все больше и больше и больше. Вот это основная причина тормоза на земле. Посмотрите пример. Я сейчас живу в Санкт-Петербурге, а раньше жил в Томске. У нас 500 человек. 500 тысяч человек в городе, да? В каждой компании МВМ, вот как вы писали здесь перечень, большой список компаний. Ну, в нормальной компании, в городе, ну, минимум 200 человек. В каких-то таких огромных компаниях, там, и тысячи. Ну, я взял 200. У каждого список 100. Напишите мне сюда, кто не писал список, поставьте минус. А кто писал, поставьте плюс. Ну, вот вижу один минус. Ну, второй минус. Ну, кто не писал список, тот ничего и не добился. Это однозначно. Потусовался, понял, что это не работает, как он сказал. Нормальный сетевик, он приходит и работает в список для того, чтобы развить свою организацию. Так вот, список 100. Итого, получается, в каждой компании 20... Вот, только возьмем одну любую компанию, там, Тенториум или что-то там, Эйвен. Уже в списках дистрибьюторов 20 тысяч человек. В городе 50-100 разных компаний. Значит, возьмем 75. И получается, что в списках сетевиков города Томска полтора миллиона человек. Полтора миллиона человек. А жители в городе Томске вместе с младенцами 500 тысяч человек. То есть, каждый житель города Томска находится минимум в трех списках. Вот и весь вам ответ. Каждый находится минимум в трех списках. Каждому мы долбили по голове. Приходи, заговорочески, у меня есть к тебе дело. Помнишь, ты хотел купить квартиру, кажется, я могу тебе помочь. Как? Это не телефонный разговор. Вспомните, кому говорили при звонке, ну, вы так хитро подводите его, а вам говорили, это МЛМ. Задавали вопрос? Конечно. И как-то дальше уже и продолжать не хочется, да? Вы сразу думаете, что ему сказать. Ну, начинаем уже, как учили. А что ты, как ты относишься к МЛМ и в зависимости, плохо или хорошо, дальше. Тогда это для тебя. Это мы умеем. Но это очень напряжно. И, тем не менее, подписания-то идут. Согласны со мной? Вы даже, несмотря на это, вот напишите мне, в какой компании вообще нет. Вообще нет подписаний. Вот вы мне написали кучу разных сетевых компаний. Ведь в каждой из ваших компаний ежемесячно приходят новые партнеры. Есть такое? Есть, конечно, дорогие друзья. Старые методы работают. Надо взять самое лучшее. Самое лучшее из них. Из этих методов. И уже сейчас надо совмещать с интернетом. Вот именно к этому выводу я пришел в 2010 году. Надо совместить сетевой маркетинг на земле и в интернете. Это моя, как бы, тайна. Многие все говорят, что надо чисто переходить в интернет. Неверно. Без традиционных методов общения сетевой маркетинг не построить. Но интернет, технологии позволяют нам решить огромные-огромные задачи со списком. Трудности огромные преодолеть. То есть, смотрите, я сейчас вам буду коротко. Я об этом немножко говорил, но там в другом ключе. Но сейчас я вам подскажу. Может быть, даже кому-то повезет. Ну, к примеру, вы подбираете материал. Ну, кому? Кто там у нас по автомобилям? FFI, допустим. Но подобрали материал по автоделу. Ремонт на дорогах. Всякие разные случаи. Десятка, два, три быстрых советов по, допустим, исправлению вот этой аварии, поломке. И подобрали такой материал. И сделали рассылочку. Вы чувствуете, мы вообще не затрагиваем тему экономии топлива. Ничего вообще не говорим про это. Вот. Теперь смотрите. Когда вы подобрали материал, ваша задача сделать серию писем на общую тему. Допустим, 500 там или там 100 простейших способов, ну там, допустим, ремонта на дорогах. Я вам гарантирую, пойдет масса людей, автолюбителей. Масса. Вы просто даете общую полезность. Потом у вас должна быть страница захвата, ваш стратегический центр, опять же, на эту тему. И реклама. То есть генерация. А потом, а потом, вот из этих общих подписчиков, вы переподписываете еще одну рассылочку и говорите. Ребята, вот мы с вами здесь, вы уже теплые. Мы с вами говорим об автомобилях. Мы понимаем, что для нас это наша вторая жизнь. Сегодня я могу вам представить возможности заработка на нашем увлечении. И переподписывайте их еще в одну рассылку. Так, мне пишут, исчезает звук. Еще раз по пятибалльной системе. Поставьте, пожалуйста. Я вижу, нагрузка на комнату большая, но вижу, что меня слышно. Ребята, опять кто-то нажал на кнопку «Говорить». Я вас очень прошу, не нажимайте на кнопку «Говорить». У некоторых она срабатывает и меня вышибает. Это когда большая нагрузка на комнату бывает. Бывает. Просто прошу вас, не нажимайте. Сейчас я вам не буду это объяснять. Я вам показываю, что система, вот эта вот, она нужна только для того, чтобы вы заменили вот эту красноту. Чувствуете? Мы настраиваем систему, и вы получаете кандидатов. Вы получаете кандидатов. Непрерывно, ежедневно. С блога, с соцсетей, с вирусного. Это все мы будем изучать. Со всех сторон. С видеомаркетинга. С Google. С YouTube. Ну, в общем, со всех сторон идет трафик на вашу систему. И уже потом, давайте я вам дальше покажу. Вот смотрите. К вам приходят люди в вашу систему. Вот вы формируете подписную базу. Так, все-таки, еще раз. Как меня слышно? Прямо можете написать. Ребята, мне пишут, что меня хорошо слышно. Так что, если у кого-то прерывается или что-то, это вина вашего интернета. Больше я не обращаю внимания на ваши записи. Смотрите, господа. Дальше. У вас есть подписная база. Как я вам привел сейчас в пример. Вы предлагаете им уже тематическую рассылку заработать. Используя, скажем, материалы вашей компании. Использовать различные. Делается еще одна рассылка. Идет подписание. И это и есть фильтрация. Сюда приходят к вам из 10 тысяч. Пускай тысячи или две тысячи человек. Но это люди уже протянули к вам руку. Вы даете им этот весь материал. Вы для них уже бренд. Потому что они пришли к вам по вашей рассылке. А попробуй сделать. Люди уважают авторов. И после чего. После чего. Они заполняют анкету. Там есть в рассылке анкетка. И вы с ними созваниваетесь. Созваниваетесь. И формируете. Обратите внимание. Вот это очень важно. Уже не три там группы. Вот как они были. Смотрите. Нет партнер или клиент. А у вас появляется возможность еще трех фокус-групп. Еще трех. Вот это очень важно. Сейчас я вам расскажу более подробно. Смотрите. Понятно, что после разговора кто-то придет клиентом. Кто-то партнером. Это понятно. Это закон больших чисел. У вас потому что сотни, тысячи людей в этих рассылках. Но после того, как люди посмотрели ваши видео уже тематические. Посмотрели ваши. Прочитали ваши материалы. И они заполнили анкету. Это фактически уже очень горячий, горячий список. И вот здесь вот возникает возможность трех фокус-групп. Я так работаю. Трех фокус-групп. То есть мы значительно расширяем возможности MLM. Первая группа. Работа на земле в другом регионе. Вот это сейчас очень многим понравится. Скажите, немножечко так опять отойду в сторону. Вот когда я работал на земле только, развивал бизнес MLM. У меня бывали случаи. Мой партнер из первой линии говорил. У меня есть кандидаты. Ну скажем, в соседнем городе, там 200 километров. Там есть 2-3 человека. Я думаю, там можно провести маркетинг. Я садился на машину, садил его, и мы перли. Были у кого-то такие случаи? Ну как же нет? Вы все через это проходите и сейчас, и раньше. У меня было в 40 градусов мороза за 600 километров на север Томской области я ездил. Чтобы провести там в районном центре 3 маркетинга. Часто это заканчивалось, ну просто действие ради действия. У всех это было. Так вот, мой метод, который я вам сегодня рассказываю, дает возможность сделать вот эту работу целесообразной. Вот работа на земле в другом регионе. Я вам даже расскажу чуть-чуть поподробнее про это. Личная фокус-группа в скайпе. Когда вы разговариваете с ними по анкете, они уже душой с вами. Вы предлагаете им либо пойти в академию, чтобы получить дубликацию. У нас институт МЛМ, именно то, о чем я вам сегодня буду рассказывать, там пошагово всех научим. И они будут развивать уже ваш бизнес, вашу компанию конкретно по науке. Это фокус-группа. Здесь вы им помогаете. Здесь у вас отдельные встречи в скайпе или, может быть, комнату арендуете. Но не все пойдут, допустим, в академию. Вы можете сделать еще одну группу, свою собственную в скайпе, с которыми будете также работать, будете давать свои знания, учить интернет-маркетингу, учить продвижение в интернете. Вы тоже будете здесь становиться брендом для них, и эти люди за вами пойдут. Это вот такая работа. После того, как вы, значит, профильтровали из одной рассылки в другую, дали свой материал и разбили их на фокус-группы. А вот как спонсировать, в общем-то, из группы, это достаточно просто, и это работает весь, на этом весь интернет. То есть вы объединяете людей вокруг себя, вы их учите, полностью помогаете им освоить, даете им инструменты, и потом уже вместе развиваете сетевую компанию. Любую, неважно, потому что вы первое лицо в этом процессе. Вот это надо понять. Итак, вы создали фокус-группы. В одной вы работаете в академии, в другой сами, третья на земле. Но принцип один и тот же. Вы их учите. Ну, я, вы все сетевики, вы, конечно же, понимаете, что и на земле вы учите, и в интернете нельзя никуда от этого деться. Вы просто обязаны обучать своих людей. Что делать с теми, кто остался и не пришел к вам? Ну, помните, я вам говорил, переподписание еще в одну рассылку. Еще в одну рассылку, то есть, более тематическую заработать. Но ведь не все, я вам сказал, из 10 тысяч, допустим, 2 тысячи подписались. А что делать с остальными? А остальные – это ваши клиенты. А что делать с остальными? То есть, кто-то у вас переподписался вниз, а остальные там 8 тысяч остались вашими подписчиками, с удовольствием получают ваши письма, ваши полезности. Что с ними делать? Да они ваши клиенты потенциальные, клиенты вашей компании. То есть, вы им даете всегда полезности, они к вам хорошо относятся. И на каком-то этапе вы действуете вот по этой схеме. Как я вам сказал, ну, здесь я попугайчик, это моя давняя такая картинка. На самом деле, неважно, даете тысячу советов домашней хозяйке. Лечение радикулита, повышение иммунитета. Ремонт машины. Вы даете бесплатно, бесплатно, бесплатно. И на определенном этапе даете платную продукцию. Можете предложить скидку. Слава богу, у вас в компании у каждого скидка там 25-30%. Уж своим вы можете всегда там 5-10% дать скидку. Вот отсюда вы возьмете клиентов. По крайней мере, мы так работаем. Вот таким образом и складывается MLM 3.0. Подписчики. Тем не менее, потом идет собеседование, от этого никуда не денешься. Разбивка людей на фокус-группы, работа в фокус-группах. И только отсюда, получается, у вас клиенты и партнеры. Вам понятно, если вот ход мысли, я почему так долго, мне хочется, чтобы вы поняли вот именно соединение. И сейчас будет конкретный пример. Отлично. Все понятно. А теперь смотрите конкретный пример. Как можно выпрыгнуть из интернета на землю? На землю. Вот я беру опять Томск. Вы уж извините, у меня ностальгия. Я там жил достаточно долго. У меня было в первой линии 67 партнеров там, в компании, на земле. Они и сейчас есть. Так вот, смотрите. Как можно работать и покорять регион за регионом. Вот этот пример, он жизненный. Вот только что я вас спросил, помните, ездили за 200, за 300, за 500 километров, приехали. Вроде провели, и надо пилить назад. И выхлоп, собственно, не такой уж и хороший. Смотрите, как позволяет MLM 3.0 развить вам соседние регионы. Вы берете, вы и ваши партнеры из первой линии. Ну, пускай у вас будет человек 5, можно 10, можно 20. Это не важно. Вы со своими партнерами настраиваете рекламу на конкретный регион, город. Это называется таргетинг. Вот мы настроили, допустим, на Кемерово, 200 километров от Томска. У нас рассылки идут подписчики только из Кемерово. Улавливать только из Кемерово. У каждого. Потом мы их переподписываем, как я вам только что рассказал, еще вот ту рассылку. То есть, мы делаем все то же самое, только выбрали конкретный регион. И обязательно после того, как они начинают получать там по той рассылке письма, анкета, все то же самое. Созвон. Приблизительно звучит так. Вы знаете, там, Николай Петрович или кто-то, буквально через три дня я буду в вашем городе. Мы с вами уже давно общаемся через e-mail. Вы мой один из самых активных подписчиков. Я предлагаю нам с вами встретиться. У вас к тому времени, у вашей группы, таких анкет, может быть, 50, может быть, 60. Мысль очень понятная. Вы выезжаете группой туда, арендуете зал, проводите открытую встречу и говорите, что сейчас, возможно, вы говорите, вы знали уже эту компанию. Возможно, у вас она есть, но мы вам предлагаем развитие этой компании не только через традиционный вид, но и через интернет. Как вы видите, мы приехали из другого города, но вы все здесь собрались. Сейчас, теперь все подписчики, которые будут приходить из вашего города, будут направляться на собеседование к вам. Мы будем вам помогать, мы будем приезжать. Потом, после открытой встречи, личная встреча, опять же, два против один, поговорили, обсудили. Как вы думаете, сколько подписаний будет вот по этой методике? Я вам говорю, это не сравнить с обыкновенной работой. Люди чувствуют, что они первые. Люди понимают, что то, что раньше, ну вроде, а им предоставляется право, вот именно с помощью методики MLM 3.0 развиваться. И вы действительно будете им давать, и вы действительно будете приезжать туда. Вы через полгода, через год будете иметь самую мощную ветку этой компании в этом городе. Но я вам не скажу, что это упадет вот сверху, вот, на эти вот, ручки, подставки и упадет. Нужна работа. Нужна ваша энергия, ваше видение. Нужна вот команда, пять, шесть, десять человек собраться, обсудить. И настроить эту систему и ударять. Развили здесь, развили еще, 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 еще. Вот это вот, тоже фокус группы. Вот это и есть пример спрыгивания из интернета в землю. В землю, на землю. Вот это вот, господа, уже ради этого стоило сегодня прийти или нет? Поставьте, пожалуйста, плюс или минус. Или кто-то это прекрасно знает? Но я вам нарисовал еще две фокус группы. И я с ними тоже вас познакомлю сейчас. Итак, у нас в Академии есть институт МЛН 3.0. 3.0. В этом институте я расскажу, что мы делаем. Расскажу. Но есть два пути, дорогие мои гости. Два пути. Первый путь. Это глубокое изучение. То есть вы все делаете своими руками. Ну, изучили компьютер на звуку. Она у нас трехмесячная. Но если вы достаточно подкованы, сдаете тесты и сразу поступаете в институт. Но согласитесь, если вы не владеете компьютером, как-то трудно вообще говорить о МЛН 3.0. Изучаете азбуку и поступаете в институт МЛН 3.0. Если с начала и до конца 9 месяцев. Вы профи. И вы спокойно работаете не только на земле, но и в двух фокус-группах в интернете. Посмотрите, что вы будете изучать. Первое. Это вот эту систему вы настроите своими руками. Три месяца. Здесь вы сделаете свои страницы захвата. Стратегический центр. Серии писем. Вы освоите рекламу. Вирусное распространение. Тут будут вирусные открытки изучаться. После того, как вы настроите эту систему. Множественная генерация трафика. Google, Яндекс, Бегун. Все соцсети разбираются. Видео-маркетинг, вирусное строение. Баннерная, тизерная реклама. Наша задача сделать трафик со всех сторон. Откуда только можно, вы получаете трафик. Вам нужно пополнять список. Около вашего сетевого... Тема около вашей сетевой компании. Вот это изучается за три месяца. И работа в фокус-группах. Своя работа в академии. Своя работа в скайпе. Своя работа на земле. Там тоже техника. Как собрать. Какие задания. Вы уедете оттуда, подписав там десяток человек. Им нужно задание дать. Чтобы в следующий раз зал был не только из ваших, но и из их. Это работа. Вот это вы будете изучать здесь. В институте. Девять месяцев. Но за это время, за это время, если вы заходите со своей командой, со своей командой, вы не только получаете дубликацию на любую глубину, но вы еще получите кое-какие деньги. Об этом я вам покажу. То есть, смотрите. Вот здесь я хочу опять остановиться немножко поподробнее. Работу на земле в другом регионе мы с вами посмотрели. Вот как настроить, мне пишут, рассылку на определенный город, это мы с вами изучим. Вот. Личная фокус-группа в скайпе. Вы можете собрать ребят в скайпе. И так как вы уже учитесь в академии или уже закончили, вы знаете, как сделать странички, вы знаете, как настроить смарт-респондер, рассылку, как написать письма. И делайте с ними уроки. И делайте с ними эти уроки на тему, на тему вашей компании. Понимаете, ребят? Вот отсюда у вас пойдет тут бренд номер один вы становитесь. За вами идут люди. Здесь будет рост команды. Обучение в академии. У нас есть целая система спонсорской работы. Люди ходят на занятия. Люди делают под руководством опытных педагогов. Вы же их мотивируете. Все новости помогаете и так далее. Теперь дальше. Вот здесь вот хотел бы вам показать еще одну, еще один вид дохода. Так как вы заходите со своей группой или приглашаете с рассылок в академию, вы будете получать дополнительное вознаграждение со своей группой, которая у вас будет расти в академии. Деньги очень неплохие. Это партнерская программа. Это не MLM проект. Это партнерка, которую весь интернет выплачивает. Вы приглашаете в академию, поэтому вы получаете вознаграждение. Ваши люди. Вы заходите, хоть 100 человек в ваша команда. Вы будете развивать свой проект. Тинши, Амвей, Ламбре и так далее. Не важно. Но вы будете все получать вознаграждение еще по партнерке. Вы можете в первую линию хоть сколько поставить учеников. Вы можете поставить в глубину. Они будут приглашать. 7 уровней. Уровней. Больше мы не платим. То есть 7 уровней партнерка. Но она дает возможность. Вот это сетевики у нас в основном получают. Неплохие дополнительные бонусы ежемесячные получать по партнерке Академии. То есть вы получаете пользу, получаете дубликации, получаете системы. Настраиваете, учитесь работать в фокус-группах. И в Академии вы получаете дополнительный доход. Личная фокус-группа. Я там немножко раньше вам сказал, что те, кто не хочет там, сделайте бесплатно. На самом деле, я рекомендую, если вы будете собирать людей в скайпе, занятие оцените для них хотя бы в 100 рублей. Потому что бесплатное, ребят, не ценят. Вы понимаете меня? Если понимаете, поставьте плюсик. Если вы скажете, я буду с вами заниматься бесплатно, это не ценит. Если вы возьмете с них по 100 рублей, отдадите им на 10 тысяч, это будет толк. И когда вы с ними будете заниматься, вы всегда можете им сказать, вот эти знания в Академии дают более глубоко. Правда же? Отсюда люди обязательно, через некоторое время, будут становиться вашими партнерами. Это очень сильный метод. Очень сильно, когда вы именно сами ведете группу. Запомните это. Есть второй путь. Второй путь. Помните, я вам сказал, вы полностью все делаете сами. Когда-то я продумывал вот эту систему. И я писал портрет сетевика настоящего. Я написал человек там, 30 и старше. Но я почему-то так выбрал. Энергичный, горит. Проводит десятки маркетинг-планов, куча семинаров, знаний. Пойдут подписания, но дублицировать его невозможно. У него всегда клиентские встречи, открытые встречи. Он пашет. И вот для таких людей бросить землю, это очень трудно. Это его, ну, как бы родная стихия. У нас в Академии для этих людей, да и для всех, кто захочет, есть ВИП-сервис. Вы можете взять и заказать эту систему. Страницы, блог, рассылки, все под ключ. У нас ученики достаточно профессионально все это делают. Это будет стоить от 15 тысяч. Мы думаем где-то в районе 15 тысяч. И сразу вы можете приступать к раскруткам, к работе в фокус-группы и так далее. Это только для тех, кто не хочет там своими руками делать. И я вам говорю, что таких очень много. Очень много. Потому что людям нужен результат. Но я вам обещаю, что пройдя весь цикл обучения и сделав все своими руками, вы станете намного профессиональнее и сильнее. Но это тоже очень легко дублицируется. Правильно, кстати, можно говорить и дублицируется, и дуплицируется. Дублицирование – это русское слово. Если его перевести на английский, пишет, по-моему, duplication через P и так далее. Дублицируется это удвоение. Можно писать и так, и так. Ну ладно. Дублицируется эта работа очень легко. Вы сможете всегда сказать своим лидерам, ну если вы из команды заходите, что есть такая возможность. Расскажите о покорении других, скажем, регионов. Это очень заинтересует любого вашего лидера. Он возьмет себе под ключ, закажет систему, научится генерировать и работать в фокус-группах. Причем я уверен, дорогие мои друзья, что работа в фокус-группах на Земле у каждого из вас уже сейчас в голове выстроилась своя. Вот, пожалуйста, скажите, у кого есть уже такие мысли, кто уже представил, как он это будет делать? Ну вот, приехали, у вас есть анкеты, есть телефоны. Кто из вас представил уже, как будет работать? Ведь мы вас научим основным моментом, да? Открытые встречи, приблизительно что сказать. Но у вас же у каждого своя компания, да? Вот. Ну когда у вас? Потому что я, вот эту презентацию, я все всегда презентации готовлю как будто для себя. Вот я представляю себя и рассказываю. Когда есть список, когда есть желающие, которые сами заподняли анкеты, уж позвонить, поговорить, одно удовольствие. Они, одно удовольствие. И так дальше. Вот этот метод, который я вам сказал, в вип-сервисе заказать, особенно хорош для, вот, дубликации, для развития регионов. Вот для этого я вставил еще раз этот слайд. Он очень хорош. Он очень хорош. Вы заказали себе, чтобы оно начало работать. Каждый день уже пошли подписчики. А сами методично проходите материал, чтобы потом в двух фокус-группах также работать. В скайпе, ну, уметь. Вот так. Теперь цена. Цена, значит, у нас трехмесячная, как бы, триместр. Как и во всем интернете, мы предлагаем на выбор, оплатить за месяц, за два или за три. Если вы платите за два месяца, то понижение цены 15%. Если за три, 25. Вы сэкономите при оплате за три месяца 1690 рублей. Причем, такого института еще нет в интернете. Это я вам гарантирую. Потому что сегодня я вам выложил, можно сказать, карты. Открыл. Вот это мы решили делать для всех компаний. Раньше мы пользовались только для себя. Что вы получаете? Вы получаете онлайн занятия три раза в неделю. Все уроки записываются, вы можете в любое время просмотреть. Поддержка в групповом чате всегда. Только единственное, запрещено в общих чатах рекламировать свои компании. Ну, это однозначно и понятно. Вы можете только в своей группе, в фокус-группе. Дополнительные консультации, наставник обязательно, служба поддержки, личное сопровождение. Кроме этого, вы получите свою собственную систему генерации и фильтрации базы, технику работы в фокус-группах, развитие вашего MLM-проекта, клиенты и партнеры, доход по партнерке Академии и дупликация на любую глубину. Вот это вам сегодня я предлагаю. Но так как вы сегодня пришли в среду, в середине недели, то вы все получите бонус 20%. Опять же, я обращаюсь только к тем, кто реально хочет изменить свой MLM-бизнес. После сегодняшней презентации будет рассылка. В этой рассылке будет купон. Если вы его используете и оплатите за 3 месяца, стоимость вашего обучения будет 1350 рублей в месяц. Или за 3 месяца вы заплатите всего 4000 рублей. Экономия 40%, 2700 рублей. Вот это для тех, кто пойдет с нами. Интересное предложение. Поставьте свои мысли. Если кто-то уже учится в Академии, вы просто потом пойдете учиться в Институт MLM, если вам это надо. То, что я сейчас говорю, это естественно для новичков. наши ученики имеют возможность спокойно идти и учиться в этом институте. Кто-то мне пишет, что я не технарь. Вот и для этого я и говорю. Сначала азбука компьютерная. Там шикарные знания. Потом легко и непринужденно. И так с ценой понятно, как это сделать. Ну, вам придет ссылочка. Нажмете ссылку, заполните все поля. Прошу вас особенно написать правильно телефон и e-mail. Если у вас что-то не будет получаться, вам просто наша служба поддержки перезвонит или напишет и поможет. Бывает так. Человек только-только пришел, но не получается у него что-то. Мы ему поможем. Компьютерная азбука. Ну, что подразумевается, меня спросили. Вы будете стопроцентным пользователем компьютера. Вы будете уметь фактически все, что требуется в интернете. Вот тут заполните обязательно, я еще раз повторяю, почту и телефон. Правильно заполните. Дальше. Выберите срок, ну, за какое количество месяцев вы хотите оплатить. Рекомендую 3, это вам намного выгоднее. Вносите номер купона и, как видите, внизу к оплате цена намного ниже. Это и есть понижение на 20%. После этого вас переведет на страничку оплаты. Там у вас будет 3 способа оплаты. Будет для россиян, вот, рыбокасса. Очень удобно. Там 40 или 50 способов. Там электронные деньги, там салоны сотовой связи, там терминалы, карты и так далее. Вы можете распечатать квитанцию, сходить в отделение банка ближайшего и оплатить. Тоже нормально. Вы можете нажать, если вы не россиянин. Вот внизу там много других способов оплаты. Это для иностранцев. Там есть различные методы. И из пластиковых карт иностранных. И, в общем, тоже порядка 40 различных способов. Кроме того, Paypal. Сейчас он будет у нас настроен только к концу этой недели. Или в понедельник. Paypal, значит, это вообще уникальное средство для оплаты за границу. То есть, тоже будет очень удобно. На самом деле, если что-то не получается, ждите звонка. Но лучше, конечно, написать по e-mail, по которому вы получите купон скидки. Что готов, хочу, помогите. И сразу же вам помогут. Занятие начинается 25-го числа. Это занятие в азбуке. Но вы сейчас просто заходите в Академию. Определим уровень вашей подготовки. Возможно, вы за месяц эту азбуку быстро пройдете и сдадите тест. И добро пожаловать. Если же вам не понравится, скажем, ваше обучение, вы начали учиться 25-го. Через 14 дней вы поняли, что не хочу. Просто возвращаете 100% денег. Делаете заказ. У вас будет такая функция. Заказать деньги возврат. И возвращаете. Жду вас, ребята. Это работает, и это работает на 100%. Только сочетание интернета и земли. И вот этому надо учиться. Презентация закончена. Презентация закончена. Сейчас я остановлю. Зай.